Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Слады с Торой и помолимся стоя. Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь Вселенной, Который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Присаживайтесь. Название недельной главы ЭКФ. В тексте, дословно пятка, в тексте вследствие того. Читаем ее в книге Дворим, Второзаконие, 7 главы, 12 стих, по 11 главу, 25 стих. Глава начинается с такой фразы, перевод с оригинала. И будет вследствие того, что послушайтесь вы законов этих, и будете хранить их, исполнять, и хранить будет Господь Бог твой, для тебя союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим. Классический комментарий Рашина слова ЭКФ звучит так. Пятка – это слово намекает на определенный тип заповеди. Здесь таится намек. Простые заповеди, которые человек топчет ногами, это литературный перевод выражения отодвигает пяткой. Пренебрежительно, несерьезно относится. Конец цитаты. Разве Бог давал бы заповеди, которые можно игнорировать? Нет разницы между заповедями, потому что любая из них – это воля Творца и прямая дорога к благословению. Об этом читаем во Второзаконие из 13 стиха 7 главы. «Какие слова ваши уши готовы? Что Бог обещает? И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей. Отдалит от тебя Господь всякую немощь. И далее Бог обещает победу. Послушание равно благословение, процветание, здоровье и победа. Мне это нравится. Лучше я буду послушен Богу, чего и вам советую». Математика проста. Будем радовать отца, заповеди исполнять, классно жить и не хворать. Пойдем дальше. Раздел ЭКФ продолжает рассказ о пребывании народа Израиля в пустыне. Основное его содержание – это повторное изложение событий прошлого и подведение итогов на будущее. Аудитория Маше – это новое поколение, которому суждено вступить в страну обитованную. Маше прокладывает им путь, который будет отныне быстрым и прямым, пока у них стоянка на восточном берегу Ярден. В его словах и обетование великих побед, вольность жизни и предостережение не впасть в грех гордыни и не забыть Господа. Хочу поговорить с вами о двух вопросах. Первый – что сделал Бог? Второй – что сделать нам? Итак, в Таразаконе, 8 глава, 14 стих, 2 его часть. «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Брит Хадаша, Новый Завет, Колоссянам, 1 глава, 12-13 стих. «Благодаря Богу и Отца, избавившему нас от власти тьмы и ведшую в царство возлюбленного Сына Своего, как Господь вывел народ Израиля из физического рабства, так и нас из духовного. Бог послал Своего Сына Единородного, Иоанна 3, 16, который есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14, 16. Ефесянам, 1 глава, 3 по 7 стих, перевод Стерна. «Да будет превознесен Адунай, Отец нашего Господа, Мессия Ешуа, который в Мессии благословил нас всяким духовным благословением в небесах. В Мессии Он избрал нас любовью, прежде сотворения Вселенной, чтобы мы были святы и непорочны в Его присутствии». Он предопределил, согласно Своему желанию и замыслу, что через Мессию Ешуа мы станем сыновьями, чтобы мы могли восхвалить Его в ответ на славную благодать, которую Он дал нам через возлюбленного. В союзе с Ним, благодаря тому, что Он пролил Свою кровь, мы спасены, наши грехи прощены в полном согласии с богатством благодати. Слава Господу! Что же сделать нам? В нашей недельной главе читаем Второзаконие, 10 глава, 12 стих, перевод с оригинала. «А теперь, Израиль, что же Всевышний просит у тебя? Чувство трепета пред Ним. Идти Его путями, любить Его, жить для Него всем сердцем твоим и всей душой твоей». Иоанна 16, 27. Ешуа сказал, «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и веровали, что Я не шел от Бога». Хочу закончить словами из Иоанна 4, 4, 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Встанем для молитвы. «Отец наш, помоги нам идти твоими путями, любить Тебя и жить для Тебя». Баруха Таадунай, Элухейну Мелуха Олам, Ашерна Танлану Торат Эмет Вехаей, Оламна Танбетухейну. Баруха Таадунай, Нутена Тора. Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь Вселенной, Который дал нам истинную Тору и насадил среди нас вечную жизнь. Благословен Ты, Господь, дающий Тору». Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь Вселенной, «Хорошо». Это будет, наверное, последнее слово. Можешь вступать уже в более мужскую сторону. Поздравляю Тебя, любимый. Спасибо. Конечно, мы Тебе дарим самое ценное для Твоей жизни и символ, чтобы Ты был смелый, как лев. И хочу Тебя поздравить. 13 лет тому назад, Господь вручил Тебя в подарок, и ангелы Тебя хранят. Ведь Ты – письмо Христа вдобавок. Ты – чудо, Ты – бриллиант, награда. Все это мне, Творцу и всем. Ты – Божий план, чему я рада. Его Ты весь и насовсем. Любитый Бога, Он твой отче. Ты чти Ишуа, Он Господь. И Дух Святой, и днем, и ночью с Тобою говорить готов. Ты принят и любим всецело. Ты – Божьей красоты букет. Ты – праведник, как лев, будь смелым. Путь в жизнь полна будет побед. Люблю Тебя, Тобой любуюсь, Бармицу празднуя Твою. И пусть, немножечко волнуясь, Ты смог, Ты сделал, Ты в строю. Тебя благословляю верить, Любить, надеяться, прощать. Весь путь свой Господу доверить И волю, абы, исполнять. Ты все пройдешь, и все сумеешь. Ты сможешь веру сохранить. И ты поймешь, всего важнее Любовь отцовскую дарить. Благословляйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стань сюда вместе. Можешь помолиться за него. АЛЕКС! Мама, тебя там удерживает. Ты готовить тебя к мужскую половину? Мама, ты не должна его удерживать. Ты должна его держать. Готов? Это твой уже переход. Ответственность. Ты стал взрослым. Ты должна мама удерживать, и мы будем звать, а ты держи его. Ты почувствуй, как это отойти. Он будет уходить от тебя. Он уходит, поверь мне. АЛЕКС, с женской стороны надо переходить на мужскую. Давай, давай, давай. Давайте мы помолимся за Алекса. Ох. Каждый этот шаг делает. Авинуша Башмайм. Ты свят. Пускай твое имя будет свято в его жизни всегда. И во всем, что будет он делать, он будет успевать. Чтобы его душа процветала, как Господь, его отношения с тобой. Чтобы он успевал во всем, имел отношения с тобой. И мы, Господь, вверяем его путь в твои святые руки. Боже, он берет ответственность быть взрослым за свои поступки, за чтение Торы, быть частью мужских решений. И мы благословляем его. Именем Бога Враамы, Цаха, Якова. Боже, благословляем их Монасию и Ефрема. Ты святой. Мишем Ишума Шахейну. Молодец. Алекс, горжусь тобой. Ты красавчик. Я так рад, что ты есть в моей жизни. Очень рад. Ты хороший пример для своих братьев. И ты послушный сын. И я молю Господа, чтобы ты так же продолжал быть жизнерадостным. Быть добрым примером для своих братьев. И быть послушным. И крепкой опорой для своей матери. И для Отца. Боже, благословен ты, Господь наш, Царь Вселенной, даровавший нам такого чудесного Сына. Я молю тебя о том, чтобы ты хранил его в этой жизни. Хранил от зла. Чтобы его сердце, оно вновь и вновь, все больше и больше прилиплялось к тебе. Чтобы больше всего он ценил близкие отношения с тобой. Чтобы ты был ему самым близким другом во имейшего Мессии. Амин. Перед тем, как ты купишь себе первый автомобиль, мы все-таки решим покатать тебя на наших стульях. Да? Итак. Мама, держи. Опять мама. Ты говори, папа уже там. Папа будет катать. Отлично. Друзья, вы готовы? Да. Итак. Ой, кто-то уже совсем готов. Ну что? А всем остальным порадоваться вместе с ними? Потанцевать? Ну что? Вот так, да? Раз, два, три. Мазл-то, сима-то, мазл-то, сима-то, мазл-то, не ладу. Сема-то, мазл-то, сима-то, мазл-то, сима-то, мазл-то, не ладу. Е-ела-nu и ладу, у лекошка израэ. Е-ела-ну, е-ела-ну, у лекошка израэ. Йелану, Йелану, Булакон, Израэль 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 Йелану, Булакон, Израэль Йелану, Йелану, Булакон, Израэль Йелану, Булакон, Израэль Россия во имя и шоу мессия аминь помолиться хочешь марго а 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